Всем привет! С вами Ольга Полякова. Сегодня я делаю новый обзор. У нас новый продукт. Продукт очень интересный, потому что вокруг этого витамина крутится столько всяких разговоров. Сегодня говорят о том, что это гораздо более могущественный витамин, чем о нем думали всего лишь несколько лет назад. Речь идет о витамине D. И на самом деле это даже не витамин. Это витамин-гормон, который обладает всеми свойствами гормонов. И он принимает участие в огромном количестве реакций в нашем организме. Это и работа нашей сердечно-сосудистой системы, и углеводный обмен. Он регулирует работу нескольких сот генов. Он защищает нас от онкологических заболеваний. То есть важный, важный, важный. Но дело в том, что он тратится в 3-4 раза быстрее, чем другие витамины. И он быстро восполняется и точно так же уходит из нашего тела. А если случается его дефицит, а сегодня это практически повальная история, то тогда мы получаем ноющие кости, гипертонию, слабоиммунный ответ. У нас расшатана нервная система, у нас набирается лишний вес. Ну, в общем, все вот эти вот гадости, которые... Зачем они нам? И уровень витамина D сегодня нужно поддерживать самим. Как это делать? Вот об этом сегодня и мой рассказ. Потому что сегодня у меня в руках новый продукт, новая баночка. Называется он витамин D3 с МСТ-маслом. Я вам хочу рассказать, почему без него можно огрести целую кучу неприятностей. Если вам эта тема интересна, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные эфиры. Ну, а мы разбираемся. В руках баночка Велап витамин D3. Ее капсулы содержат холикальциферол. Это и есть тот самый витамин D3. В профилактической дозировке 600 международных единиц. Если мы высыпем то, что находится внутри, то мы получим вот такие вот капсулки солнечные. Лично мне они очень напомнили омегу. Только они в два раза поменьше. Я хочу вам сказать пару слов об МСТ-масле. Это натуральный продукт растительного происхождения. Он очень хорошо усваивается организмом. И главное, дает ему энергию, которой сегодня так мало. Вот это масло, оно распадается в организме и просто легче усваивается. Это быстрее распадается, легче усваивается. Очень классная вещь. Плюс, в отличие от других жиров, МСТ поступает сразу в печень. Они откладываются в жировой ткани. Это масло активирует также работу головного мозга. Мне кажется, тоже серьезный очень плюс. Сегодня, ну, есть вопросы к этой теме. Помогает контролировать вес. И способствует ускорению метаболизма, нормализации функций кишечника. Что тоже важнейший момент. И повышению нашей работоспособности. Поэтому такой дуэт в капсулках позволяет рассчитывать на хорошее усвоение и получение, ну, просто прекрасного результата. Сегодня этот витамин рекомендуют принимать на постоянной основе. Для этого есть, конечно же, причины. Все перечислять не могу, потому что есть время. Но скажу о паре тех, которые, ну, реально очень и очень хороши. И без присутствия в организме кальциферола нормальное усвоение кальция сегодня невозможно вообще. Поэтому, если кто-то пьет кальций-кальций, но у него есть недостаток витамина D3, то про этот кальций можно просто забыть. Он не усваивается организмом. Кальциферол принимает участие в работе иммунной системы. Причем он необходим для адекватного функционирования всех звеньев иммунитета. Но многие забывают о том, что иммунная наша система, она защищает человеческий организм не только от инфекционных факторов, о которых сегодня так много все говорят, но и от внутренних врагов. То есть от клеток с нарушениями процесса деления. Более того, последние исследования показали, что кальциферол оказывает прямое защитное и профилактическое действие в отношении некоторых конкретных грозных воспалительных патологий. Особенно, девочки, это касается женщин с неприятностями, связанными с грудью. И вот помимо описанных выше функций, витамин D, он необходим для нормальной работы сердца, сосудов, мышечной ткани, поджелудочной железы, репродуктивной системы мужчины. Обратите внимание на этот момент. Он очень хорош для желез внутренней секреции. Он принимает участие в регуляции более чем 200 генов, отвечающих за работу многих-многих наших систем и органов. По сути, вот витамин D3 – это иммуномодулятор. Мы его можем получить из всяких там рыбок глубоководных, северных, из облученных ультрафиолетом грибов. Сейчас это очень модная тема на рынке. Ну, кстати, дальше даже не облученные грибы, они все равно дадут D3. Молоко, яйца, печень, но съедать нужно много-много. Это просто не сравнить вот с теми капсулами, которыми можно заменить вот это количество еды. И сегодня по этой причине очень много предложений на рынке с добавками D3. Но главное – выбрать хорошее, полезное, чтобы деньги не были у нас выкинуты. Теперь о дефиците. Давайте поговорим, какие признаки должны вас насторожить, что у вас может быть дефицит витамина D3. Дело в том, что вот коварство витамина D3 в том-то и заключается, что это состояние возникает постепенно и не имеет каких-то ярких выраженных симптомов до тех пор, пока мы уже не огребем неприятности. О чем идет речь? Повышение частоты заболеваемости инфекционными болезнями. Медленное заживление ран, если вдруг там что-то где-то у вас случилось. Снижение эмоционального фона. Витамин D3 играет роль в поддержании достаточного уровня серотонина. Это гормон счастья. Нет D3 – нет и серотонина в головном мозге. Слабость костной ткани, боли в суставах, в спине тоже могут быть нарушением кальциевого обмена, который регулируется витамином D. Особенно это касается людей старшего поколения. Вот многие же лечат спину. Ой, не могу нагнуться. И даже мысли не возникает, что причиной может быть дефицит витамина D3. Мышечные боли. Витамин D повышает эластичность мышечных волокон. И вот эти ноющие, блуждающие боли в мышцах, они как раз часто и указывают на дефицит витамина. И появление избыточной массы тела, потому что витамин D3, он принимает участие в работе желез внутренней секреции. А также, если вдруг выпадают волосы, обратите внимание, может быть, не хватает витамина D3. Если вдруг сухая стала кожа или, например, сон превратился в сплошное мучение, то это тоже может быть причиной дефицита витамина D3. Давайте посмотрим, как выглядит норма витамина D сегодня. Вот как мы видим, тут указаны цифры от дефицита до выраженной токсичности. Теперь, что касается дозы приема витамина D. Ну, я должна сказать, что сейчас очень разные мнения на этот счет. И они разнятся в разы. Поэтому давайте посмотрим на таблицу, как она выглядит сначала. Как мы видим, разница от 1000 до 4000 единиц. То есть, какую дозировку витамина D3 принимать, каждый человек решает сам. Но если вы находитесь в зоне риска, то об этом даже рассуждать, наверное, не стоит. Да и как профилактика. Даже не в зоне риска сегодня это очень важно. Какая зона риска? Это люди старше 65 лет, потому что в пожилом возрасте постепенно замедляется внутренний синтез кальциферола в коже. Это беременные кормящие женщины, потому что идет высокий расход кальция организмом. Это люди, проживающие севернее 40-й параллели, где мало солнышка. Это люди со смуглой и загорелой кожей, потому что у них витамин D3 вырабатывается хуже. Люди, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями почек, например, потому что в почках происходит превращение кальциферола в его активные формы. Люди, у которых снижена всасывающая функция кишечника. Хочу вам сказать, она снижена у очень-очень многих, потому что с кишечником просто сейчас катастрофа. Люди, принимающие некоторые лекарственные средства, вот статинные, например. Или те, кто редко бывает на солнце. Или приверженцы вегетарианской диеты, потому что в растительной пище содержится ничтожно мало витамина D. Или люди с пищевой аллергией на продукты с высоким уровнем кальциферола. Это всякая рыбка красная, печень трески, морепродукты. Вот аллергики, которые не могут есть эту пищу, у них тема дефицита витамина D3 тоже остро стоит. И если вы что-то для себя в этом списке отметили, то лучше сделать анализ на содержание D3 в вашем теле и компенсировать его недостаток. А в случае, если он в норме, принимать витамин D в профилактических дозах, поскольку он очень быстро растет. Принимать витамин нужно утром или в обеденное время, потому что может быть некоторое возбуждение нервной системы, если вы будете его пить позже. Ну и тогда может сон слегка расшататься. Не нужно его принимать с витамина Е, потому что их эффект является взаимоисключающим. Вот такая баночка В-Лаб, витамин D3. Стоит она 790 рублей. Производитель СИПФАРМКОНТРАКТ. Это фармацевтическое предприятие, обладающее всеми международными сертификатами качества производства. Дорогие мои, спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Как вижу, эта тема вам интересна. Спасибо, что вы поставили мне лайк. И я с вами прощаюсь. До встречи на моем канале. Самое главное, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok